Сегодняшний вебинар. Всем добра и здоровья. Меня зовут Андрей Дуйко. Давайте начнем. Сегодня ваши вопросы я читаю в своей вебинарной комнате, которая находится на сайте дуйко.гуру. Вебинарная комната. Очень интересный вопрос задал Сергей Гончар. Здравствуйте, Андрей Андреевич и все ученики школы Кайлас. Как поменять вектор падения на вектор стремительного подъема? Я думаю, что данный сегодняшний разговор, мой с вами, он будет очень значимым. Я считаю, что та информация, которую я сегодня дам, она может изменить каждому совершенно человеку его жизнь и его понимание жизни в лучшую сторону. Я считаю, что в случае существует ли какое-либо одно уникальное правило, которое может помочь человеку навсегда выбрать этот вектор и в этом векторе перейти в состояние, при котором больше не будет проблем, которые связаны с деньгами, не будет проблем, которые связаны с выживаниями. Мне бы хотелось сегодня дать один такой рецепт, который бы помог человеку наверняка и на 100% вырваться из вот такой зависимости от несчастья, которые часто появляются. Я бы хотел сегодня объяснить, почему на фоне общего хорошего положения вещей в бизнесе или хорошего отношения в семье, почему появляются скандалы, почему появляются несчастные случаи, от чего возникают падения в бизнесе, с чем связано это все, есть ли одна закономерность, существует ли одна эта закономерность. И я бы сегодня хотел об этой закономерности поговорить вместе с вами. Она существует. Зная эту закономерность и следуя этой закономерности, человек может полностью измениться сам и полностью изменить свою судьбу. Нельзя назвать это тайной. Поверьте мне, та информация, которую я буду давать, она всегда знакома, она понятна, она близка. Но мы, к сожалению, не концентрируемся на такой информации, не обращаем на нее внимания. Тем не менее, давайте попробуем вот такую тему начать. Итак, о чем бы я хотел поговорить? О чем-то эфемерном. Вот это что-то эфемерное, по моему пониманию, является одним из самых ключевых и важных элементов для жизни человека. Это наш путь. Зачем человек живет? В чем его предназначение? К чему он должен прийти? Ну, естественно, скажите, когда, допустим, вы живете, то вам хотелось бы, чтобы люди, которые живут рядом с вами, проявляли к вам доброту? Ответ — да. А скажите, вам бы хотелось, чтобы люди, которые рядом с вами живут, проявляли нежность? Ответ — да. А скажите, вы бы хотели, чтобы работодатели проявляли к вам доброту и нежность? Ответ — да. А скажите, гипотетически, вы бы хотели, чтобы внешний мир к вам проявлял доброту и нежность, и любовь, и заботу? Ответ — да. Тогда скажите мне, это не обвинение, а как бы констатация факта, почему многие люди умудряются проявлять во внешний мир не доброту и не нежность, а грубость, вредность, желание причинить другим существам боль и при этом ожидают, что из окружающего мира они будут получать что-либо другое. И, наверное, пришло время сказать это слово. Итак, поговорим о духовности. Что такое духовность? Я считаю, что цель жизни человеческой расы на Земле заключается в том, чтобы развить у человека некое состояние духовности. Что, по моему мнению, духовность? Нет, это не поклонение Богу как Богу, это не хвала Бога, это нахождение в себе неких таких концептуальных элементов, которые можно назвать вот так. Стать более добрым человеком, стать более нежным человеком, стать более терпеливым человеком. Таким образом, если человек выбирает такой путь и становится добрым по отношению к себе и окружающему миру, терпеливым, я иногда даже замечаю, знаете, есть такая хозяйка, которая нежно вытирает стол, а есть хозяйка, которая одним взмахом руки крошки убирает. Вот отсутствие вот такой вот терпимости, нежности, борьба со своими персональными эгоистичными настроениями, с гормонами, это является для человека путем. Ну и, естественно, можно сказать, что духовный путь — это ступеньки. Ступеньки — это трудности. Именно поэтому любое восхождение в сторону доброты, добродетели, человеколюбия, милосердия, эти пути, они, такой путь, он не может быть для человека легким. Но я хочу вам сказать, прямо сегодня я постараюсь как бы более глубины это объяснить. В тот момент, когда человек прикасается к высокой духовности, я сегодня о ней буду рассказывать. В тот момент, когда человек прикасается, в этот момент человек становится независимым. У него, знаете, какая одна из особенностей человека, которому везет? Что такое достигнуть состояния духовности? Это быть любимчиком для Бога. А что значит быть любимчиком для Бога? Мы взамен получаем невероятное, тотальное, бесконечное, огромное везение. Нам начинает вести во всем. Нет, возможно, в лотереи нет. Но, возможно, вам и не нужна будет лотерея. Мы получаем везение как дар. И это везение, оно нас в дальнейшем преследует. Но стоит только идти этим путем. И об этом пути я бы хотел сейчас подробно рассказать. Духовный путь — это всегда движение вверх. Но есть духовный путь с движением вниз. Когда человек рождается, то для него есть только два пути. Один путь — это движение вниз, которое приведет его к боли и заболеваниям. И второй путь — это движение вверх, которое приведет его к тотальному, бескомпромиссному такому везению в жизни. В случае, если человек начинает делать выбор, то этот выбор он должен сделать таким образом. Смотрите, человеколюбие, милосердие и на первое место доброту и добродетель человек должен поставить на первое место, и тогда он начинает духовное восхождение. В случае, если он выбирает другое отношение к окружающему миру, и он не умеет и не хочет контролировать свой гнев, он мечтает о том, как он кому-либо отомстит, он мечтает о том, как он кому-либо будет причинять боль в гневе, или как-либо еще, не контролируя это, развивая в себе это, желая мстить. Таким образом, человек, да, я понимаю все. Вы понимаете, есть такая особенность. Есть такая особенность. Когда человек живет, то он может обидеться, его могут обидеть. Человека могут обмануть, у человека могут отобрать деньги, человека могут незаслуженно обвинить, что угодно могут сделать с человеком. Это своего рода проверка для человека или проверка того, что же он выберет. В случае, если он выбирает состояние милосердия и не обращает на это внимания, в случае, если он не хочет мстить, в случае, если он не мечтает о том, как он будет мочить этого человека в сортире, как сказал великий президент одной из стран, если этот человек выбирает для себя миссию доброго человека, если он выбирает добродетельность, толерантность, чувственное тепло, он просто не допускает к себе этого человека больше в дальнейшем, не совершает или совершает такие ошибки. Но вот само отношение является для человека ключевым выбором. Он тот человек, который движется на пути духовности, или он все-таки тот человек, который готов катиться. Это начинается с повседневной работы над собой. Но мы становимся золотым фондом Бога на этой земле. Мы становимся золотыми такими людьми, которые возродили в себе теплое отношение, возродили в себе любовь, возродили в себе доброту, возродили в себе радость внутреннюю. Мы, когда нас наказывают, это для нас проверка. И в случае, если человек мечтает о большем, то в случае, если его проверка свершается, и он выбирает не наказать, не обмануть, не материться, не ругаться, а выбирает другое. То есть выбирает не общаться, ничего этому человеку не делает, живет дальше, при этом не меняет своих позиций, остается при этом добрым человеком, хорошим человеком, то в дальнейшем ему в виде награды дается везение. Что такое падение? Это когда не везет, друзья мои. А что такое везение? Это когда везет во всем. Когда твой товар продается, твои знания интересные, твой бизнес расцветает, в отличие от всех остальных. И обычно завидуют люди, потому что говорят, «Ну почему? Что же не так в этом человеке?» А в этом человеке есть только одно качество, которое отличает его от других людей. Он добр по отношению к себе, он чрезвычайно добр по отношению к тем людям, с которыми живет, он добр к своим детям, к своим родителям, и он не наказывает окружающих людей. Как многие, он этого не делает даже в чувствах, даже в желаниях, что очень часто происходит. Это происходит минимально. То есть это может быть, «Да пошла она!» Вот есть такие люди, которые не говорят так. То есть они просто не обращают на это внимания. Как бы плохо ни было, каждая ступень, она перед достижением чего-то более широкого дает человеку возможность проверки. Почему-то любая ступень, любое восхождение — это определенный элемент проверки. Нас, как говорится, проверяют на вшивость. И в этот момент, когда нам плохо, в этот момент мы чувственно должны встать на путь божественных сил и быть, несмотря ни на что, верными своей добродетели, верными своему милосердию, верными своему добросердечию, быть такими вот людьми. Вы представляете, это в дальнейшем очень оно не дает силы. Просто такому человеку начинает очень вести. Мне бы хотелось, чтобы конечно найдется очень много людей, которые смотрят это все, и они скажут, Андрей Андреевич, ну я добрый человек. Нет. Почему? Потому что вы же позволяли себе материться на кого-нибудь у тебя говорят, так козел там, куда ты ведешь, как ты ведешь там, или там фыркнуть на кого-то, или там обижаться больше часа, и так далее. Вот это и есть наш элемент нашего падения. Мы таким образом катимся. Ступени нашего восхождения это проверка внешнего мира на то, как мы реагируем на препятствия достижения земных благ и желаний. Если месть, желание причинить страдания и боль другому человеку возникает в тот момент, когда происходит восхождение по духовному пути вверх, то в этот момент человек начинает не достигать того, что он хочет. Перед тем, как человек достигает немного большего, чем он умеет, в этот момент у него обязательно должна произойти какая-либо неприятность. Ругня в семье, возможно там кинут на деньги, как говорится, или кто-то выразится нехорошо, или кто-то там даже повернет неправильно. Если в этот момент остаться милосердным, добросердечным, теплым, хорошим, необидчивым, не мстительным, ненавистническим человеком, то в этот момент вы перейдете на новый уровень. Но обычно именно так и не происходит. Очень часто люди, ну вот у меня была такая ситуация, я приехал к женщине, у которой забрали ребенка и так далее, она закончила сейчас две ступени школы и так далее. И знаете, что меня поразило? Мне поразило то, что человек хам. То есть она не понимает, что своим хамством она может обижать другого человека. Она хамит себе, своим детям, мужчине, с которым живет. Она все время кого-то подкалывает. Но она говорит, Андрей Андреевич, есть ли какой-нибудь элемент, который может изменить все, может мантра какая-нибудь. Ей сказал то же самое, как я говорю сейчас. Единственный путь, который может помочь человеку вырваться и стать более счастливым и более везучим человеком, это культивирование в себе нежности по отношению к близким, по отношению к внешнему миру, нежелание обижаться и мстить и добродетель или доброта внутренняя. Это кажется глупостью, но если человек выбирает этот путь, то все его запросы и все его достижения они будут реализованы. Я вам это говорю как духовный учитель и обещаю, что если идти по этому пути, вы будете обязательно на 100% очень-очень счастливыми людьми. Если у человека появляется месть и желание причинять страдания и боль, то поднятия к духовности не будет. Даже обычные мечты, о которых мечтает человек, мы знаем, что мечты могут реализоваться. Так вот мечты загнать кому-нибудь иглы неудачному строителю за то, что он неправильно сделал, обманул под ногти или кому-нибудь пожелать гадости какой-нибудь. Это путь вниз. Как обычно это происходит? Допустим, есть семья. В семье кто-то очень желает большего. Хотят больше зарабатывать, хотят больше строить. И после этого проверка этого всего начинает происходить в семье. Кто-то обижается или кто-то агрессивен. И в этот момент не нужно выяснять отношения. Даже если человек тысячу раз неправ, даже если человек на самом деле вредный или нет, первое, что нужно сделать, не обижаться. Второе, если обижаетесь, то через одну-две минуты нужно прийти самому, даже если вы сто раз обижены, и обняться с этим человеком. Почему? Жизнь это дорого. Жизнь это дорогая модель. Жизнь это самое дорогое, что есть. Не стоит очернять свою жизнь только потому, что у кого-то что-то болит, кому-то плохо, у кого-то не такие гормоны. Жизнь с позиции нежности и добродетели это жизнь с направлением к высокой духовности. Не верьте тем людям, которые будут вам говорить, что это полная чепуха и полная ерунда. Я вам утверждаю, что если жить по принципу понимания того, что духовность зарождается с нашей проявленной доброты и нежности, то в дальнейшем вы увидите, насколько мир начнет к вам хорошо относиться и давать все, что вы захотите. При этом более добрым, более толерантным. Убирайте из лексикона проклятие в чью-то сторону. Не верьте, что все вокруг дерьмово, фигово, что вокруг козлы. Не становитесь злыми. Злость приведет к болям, к болезням и к распаду. Даже если вы хотите ненавидеть и вы в этом находитесь, помните, ненавидите, становитесь несчастными. Чем сильнее человек кого-либо ненавидит, тем больше он катится от стороны духовности в сторону бездуховности к болезням. Чернь обычно так и называли. И если посмотреть, что же такое понимание черни, это обычно люди, которые имеют только три элемента. Они хотят забрать, они заработать, они хотят ругать кого-нибудь и обвинять, искать виновных, все время злиться на кого-то, выживать им очень сложно. Ну а путь духовности, это путь человеколюбия. На пути духовного поднятия человек становится очень добрым, очень хорошим, что подтягивает к нему обычных людей. И это обычный путь, который мы проходим. Вы понимаете, в чем особенность? Я культивировал в себе на протяжении многих лет желание становиться очень добрым и хорошим человеком, не отказывал, пытался каждому помочь, пытался, но когда мне начал очень вести в жизни, то в тот момент, когда увеличивалось везение, я это понимал, начали находиться люди, которые рассматривали меня как человека богатого и чрезвычайно доброго, как элемент, которым можно пользоваться и делать это, возможно, даже безвозмездно. То есть попросить денег, втереться в доверие, попросить или занять денег, то есть использовать меня корыстно, заставить меня что-либо для этого человека делать, потому что человек видел позицию милосердия и добродетель. Именно поэтому я и говорю, что в случае, если бы я этого не прекратил, то, наверное, сегодня такую лекцию бы я читать не смог. Но я не изменился сам. Как бы человек плохо не относился и как бы он плохо со мной не поступал, я никогда плохо к этому человеку не относился. Я отворачивался, я вычеркивал такого человека из своей жизни. Да, я считал, что с этим человеком я больше не хочу иметь дело, но я не хотел мстить никому. Я не хотел мстить, я даже не говорил, что он козел, и там подовеси, пусть тебе и кнется. Я этого не делал. Мне это было никогда не интересно. Возможно, договора писал, но это было без злости, это было эзотерично. Я об этом просто рассказываю на одной ступени. И, конечно же, могу сказать, что увеличивая в себе состояние добродетели, увеличивая в себе состояние человеколюбия, увеличивая в себе по отношению к детям, близким, к тем людям, с которыми я работаю, это все начало поднимать материальный уровень, причем очень быстро и очень эффективно. Начали появляться люди, которые хотели подойти ко мне, которые хотели прийти ко мне, которые хотели забрать у меня, которые хотели отнять у меня. И, конечно же, не было никакого варианта, я решил себя ограничить от таких людей. Потому что такие люди, конечно же, попросив у меня, ставят задачу не то, чтобы я им помог, а ставят задачу обмануть. Почему? Потому что они находятся на совершенно другом уровне. Естественно, когда этим людям, если вдруг отказывал, они писали, какой я плохой человек, насколько я негодный и так далее. Именно поэтому очень часто такие люди, которые двигаются в сторону духовности, перестают общаться с массами. Так как массы хотят денег, здоровья, помощи и хотят пользоваться такое существо, оно, в свою очередь, не может им отказать, что в итоге приводит к смерти или тяжелой болезни. Когда я принимал на протяжении дня огромное количество людей, и при этом отвечал людям на письма, при этом старался максимально себя посвятить служению большому количеству людей, делал это с утра до ночи, все плохо могло закончиться. И только любимая жена, которая пообещала ограничить возможность в дальнейшем со мной общения, помогла мне как бы осознать, что это не очень хорошо, то, чем я занимаюсь. Почему? Это привело к гипертоническому заболеванию третьей степени, несмотря на занятия эзотерика, это привело к тяжелейшим поражениям почек и так далее. Это на фоне хорошей жизни, на фоне дисциплины, на фоне даже спорта и так далее. И я не мог разобраться, почему вдруг происходит такое тотальное разрушение организма. И теперь я понимаю, дело в том, что невозможно изменить человека. Есть даже пословица такая, сегодня как раз шаббат, знаете, есть такая еврейская пословица, она звучит так. Невозможно обучать идиота. Невозможно обучать идиота, так как тебе необходимо будет опуститься до уровня идиота. И у тебя ничего не получится, потому что у идиота в его жизни будет больше опыта. Получается, когда ты опускаешься до уровня человека, который хочет своровать или который хочет просто попользоваться, то тогда объясняя ему, что он должен поднимать свой духовный уровень, становиться более теплым, человеколюбивым, добродетельным человеком, то он говорит, да зачем мне это, дай мне лучший метод выиграть в миллион, а я так и дальше буду гнобить своих близких, гнобить себя и ненавидеть правительство. То есть это, вы понимаете, это как бы исключительно вот такие духовные аспекты, о которых нужно говорить. Стойко стоит выдерживать любые удары судьбы, так как любые удары судьбы, любой духовный путь, это стинание, это проблемы. Но вы должны понимать, перед тем, как вы выйдете на новый уровень чего-то хорошего, обязательно должна быть проверка. если эту проверку пережить и быть в этот момент добрым и хорошим человеком, не изменив свое отношение к близким, к ситуации, даже к тем людям, которые сделали гадости, всегда должны знать, что ваши вы заработаете еще раз и ваши, несмотря на воровство, к вам вернется. Но зацикливание на том, насколько человек негодяй, насколько человек плохой, вы таким образом падаете и будет не лучше. Конечно же, люди читают мантры, допустим, которые должны принести исполнение желаний. Читают там, мечтают о том, как они переедут из квартиры в дом, мечтают о дорогом автомобиле, мечтают о чем-то. Им дается, но это дается им в виде ступени. И первая ступень это какое-нибудь событие резонансное, которое очень может повлиять на человека. Это может быть обидчивость жены, там развод, это может быть измена даже. Это будь что, это может быть кидалово. И в этот момент нужно остаться добрым человеком. Это очень сложно сделать, но сложно же подняться в высокий материальный уровень, будучи самым обыкновенным человеком, конкурируя с огромным количеством людей. А как же это сделать? Ну вот так, вот так происходит проверка. Сделайте, понимайте, что это проверка. Не мстите, не злитесь, не гнобите. Переносите это хорошо. Столько стоит выдерживать любые удары судьбы, это ступеньки нашего духовного роста. Медь же нашего духовного пути, это милосердие, это доброта, это сострадание, это человеколюбие, человечность и гуманность. Давайте еще раз сегодня скажу эти слова. Медь же нашего духовного пути — это милосердие, доброта, сострадание, человеколюбие, человечность и гуманность. Я не говорю о том, что человек должен прямо сегодня броситься и спасать мир. Не стоит этого делать. Живите для себя, будьте человеколюбными, сострадайте близким, будьте добрыми к близкими, будьте добрыми и хотите что-то сделать для близких. Не нужно прямо сегодня бежать и спасать одноногих, однобоких и так далее, больных и чьих-то детей и так далее. Начните с себя. Начните смотреть видео и не надо выяснять отношения, ненавидеть, искать, кто правы, кто виноваты. Вы не опускайтесь до такого уровня. Не ищите гадость в жизни. Она и так присутствует. А зачем ее лишний раз еще и накапливать? Многие мне не поверят. Это очень зря. Это самый совершенный и самый эффективный способ изменить свою судьбу. Негуманные и нервные действия – это то, что необходимо в себе найти и в дальнейшем контролировать и игнорировать и ни в коем случае не делать. Ненависть, а также мечты о том, какую боль вы будете доставлять тому человеку, которому вы будете мстить, однозначно всегда приведут вас или ваших близких людей к несчастному случаю и катастрофе. Вспомните прямо сейчас те моменты, когда у вас случилась катастрофа. Разбились на автомобиле, получили ожог. Что произошло перед этим? Давайте я вам скажу, что произошло. Возможно, вас кто-то обманул. Возможно, вас где-то проверили. Возможно, вас что-то отобрали. Возможно, что-то пропало. Возможно, был скандал. И после этого это произошло. Почему произошло? Потому что человек ненавидел и желал кому-либо доставить боль и страдания. Доставляя даже в своих мыслях боль и страдания, мы в итоге приводим к тому, что сами попадаем в аварии, в катастрофы, ломаем ноги и так далее. И потом говорим, что же такое? Где же находится первопричина всего этого? Первопричина всего этого заключается только в одном. Человек во время своей жизни может двигаться только в двух направлениях. Быть добросердечным и гуманным и двигаться в сторону духовности. И быть недобросердечным и негуманным и двигаться от стороны духовности. Тут же хочется сказать Андрею Андреевичу, как же политики, которые там себя ведут и так далее. У меня есть знакомый губернатор области в Российской Федерации. Очень длительное время он негуманно относился к людям, которых гнобил. После этого негуманно относился к семье, бросил свою жену с сыном, имел очень много денег, нашел молодую любовницу. Итог. На сегодняшний день у этого человека пять перенесенных инсультов. Этот человек овощ, его возят сейчас на тележечке. Он ничего не понимает, имущество ему уже не приносит никакой радости и так далее. Негуманность, нечеловеколюбство, это все приводит человека, как бы он ни вертелся, однозначно к тяжелейшим болезням. И поверьте мне, при жизни человека хлопают по попе за это. То есть путь их два. Либо тебя проверяют и ты скатываешься, либо тебя проверяют и ты поднимаешься. Другого пути, к сожалению, не существует. А духовный путь, он не применен, так как ступени, своего рода, это проверка. Почему? Это восхождение. Но у нас же нет восхождения души, у нас же нет восхождения нашей жизни. Поэтому таким восхождением, такими ступеньками являются наши неприятности. Наши отношения к этому миру, наши отношения к людям. Если бы человек развивал в себе то, о чем я сказал, то это бы дало свои плоды. Зачем человеку боль истинание? Это проверка при выборе пути, в котором мы двигаемся, ненавидя, мы падаем, остаемся человеком, вырастаем. Зависть, ненависть, злость, это все, что помогает человеку быстро скатиться. Это нужно в себе взращивать и ставить на первое место. Нужно тотально игнорировать желание мстить, тотально игнорировать желание критиковать, тотально игнорировать желание заклевывать, тотально игнорировать желание доминации и тотально игнорировать желание думать что вы выше другого человека выше людей или эти люди козлы им надо вот поступил им нужно отомстить а давайте этого посадим и так далее это всегда плохо заканчивается всегда не стоит забывать что самое дорогое для человека все же это его жизнь это его семья ну и все что вокруг нас находится если это все отнять то останемся мы если посмотреть на нас то останутся наши чувства именно через чувства мы общаемся с богом таким образом события которые создают бог для нас могут заставить нас проверить нас на наличие в нас же добродетели наличие в нас же состояние при котором мы можем смело твердо оставаться человеколюбивыми высокодуховными существами или упасть до уровня окружающего мира и начать становиться людьми критикующими ненавидящими ругающимися злящимися не проявляющимися доброту и нежность не к себе не к близким не к окружающему миру и после этого уповающие на то что что-то в вашей жизни должно быть и оно должно идти прямо в хорошую и лучшую сторону лена андрей андреевич я часто нахожусь в обществе где любят осуждать ну и что смотреть всякие ужастики ну и что я делаю вид что тоже этим интересуюсь ведь не могу уйти причем тут кино на самом деле мне это не нравится я поддакиваю чтобы как-то поддержать общение нет здесь не идет речь о том что нужно не смотреть что-либо здесь скорее всего идет речь о поступках о поступках коммуникации о поступках я же говорю самое сложное в духовном росте это действие которое совершает человек вот смотрите я же говорил есть хозяйка которая нервно со стола уберет а есть хозяйка которая тепло уберет понимаете вот так которая тепло уберет у нее стол всегда на с него не переведется пища я смотрел недавно две программы одна индусская женщина готовит для детей а вторая китайская женщина готовит то которая китайка на так прямо все с любовью и чекает эти фрукты и овощи там мешает так у нее все красиво она оформляет красиво и у нее хорошая жизнь а та которая индусская у нее плохая жизнь по не видно потому что у нее артриты там больны больной позвоночник циститы и так далее это связано с тем что она ей надоело она ненавидит то что она делает она ненавидит для кого она делает она людей этих она придумала для себя что ее путь благороден и она ему свято верит но при этом она же ненавидит этих голодранцев которые приходят и как для которых она готовит эту пищу спасибо вам за все если сделать просад может задать вопросы замужестве а пожалуйста если эзотерический способ повлиять на нетрадиционные отношения есть такой способ этот способ заключается в том чтобы каждый день женщину представлять сначала красной разогретой и после этого с оболочкой серебристой и после этого вокруг нее синий если каждый день так представлять то она станет вновь традиционной для этого необходимо большая психическая энергия подскажите если как хорошо что в школе кайлас так можно не заметить как стать черню нет нет давайте мы не будем использовать данные слова дело в том что у меня не стоит задача кого-либо очернить или осквернить я не считаю что человек который ругается который живет и ругается в семье который не может уследить за своими эмоциями которые там вредничает и так далее является плохим человеком вы наверное неправильно поняли я не считаю такого человека плохим я считаю такого человека такого он такой же как я просто вы понимаете у всех свой уровень у одного есть желание развиваться идти по духовному как бы возрождению пути давайте гипотетически на сегодняшний день рассмотрим общий социум которые есть смотрите социум привык ругаться социум кричит на своих детей там родители и это коммуникация родителей детей да там правильно поступают неправильно в социуме даже принято материться и проклинать знаете там я ехал в машине несколько дней назад с чужим человеком он начал обсуждать какие козлы и вот эти козлы здесь не поставили эти гандоны извиняюсь за слова повороты не включают и вот бы его догнать ему в морду дать и так далее то есть вы представляете его желание отомстить можно ли сказать что это у него плохое желание вы знаете он в большинстве своем прав да он большинстве своем прав но путь духовности не позволяет наказывать даже морально других людей и он наказывая морально наказывая чувственно тех людей которые гипотетически уже в этом виноваты он их фактически проклинает тем самым в общем то разрушает свою судьбу в сторону то нехорошую понимаете если рассмотреть весь социум то можно сказать что люди которые двигаются по пути духовного роста их немного а люди которые двигаются на в сторону заболевания их большое количество может сказать что это превалирующее большинство и конечно же в один момент человек не может видоизмениться ему необходимо длительная работа над собой и конечно же это сложный путь духовного роста духовного возрождения теперь гипотеза если гипотетически было бы так что все люди в один момент которые находятся на земле у этих людей появилось бы качество не мстить не наказывать у этих людей появилось бы желание быть добрыми по отношению к близким по отношению к себе проявлять нежность заботу по отношению к окружающему миру скажите этот мир был бы таким какой он сейчас давайте я отвечу скорее всего нет но вы знаете очень многие говорят о духовности эту духовность просто вот так вот запятнали они считают что самое важное для духовного человека это все время говорит там господь поможет ну слава богу во имя иисуса христа и так далее и они рассматривают этот вопрос как вопрос духовного роста но я вам хочу сказать не посты не подстригания головы не изучение следственных связей не бесконечное поклонение какому-либо божеству не может сделать человека духовным существом а духовным существом человека может сделать его дисциплина когда он сам себе находит желание быть добрым добродетельным человеком именно это в дальнейшем и может сделать человека высокодуховным существом если доказательство этому да есть доказательство этому но если жить по этим принципам то можно столкнуться с тем что жизнь становится прекрасной потому что начинает вести потому что начинает вести во всем везет с людьми везет с работниками везет с женой везет с едой везет там с автомобилями везет с покупками везет везет всюду везет жизнь разворачивается как будто ты только желаешь и она тебе дает это все понимаете это путь духовного существа естественно когда я вижу людей которые называют себя высокодуховными существами и эти люди умудряются огрызаться ругаться обвинять кого-либо но я считаю что этим людям нужно открыть глаза и сказать что одна из дилемм людей которые падают и людей той которые растут это проявление внутренней доброты я об этом все время говорю благодарю за совет попробую повлиять на сестру 20 лет увлекаются глубоко отношениями с девушкой страдает и переживает вся семья надеюсь если девушка увлекается девушками это называется нетрадиционная ориентация и пусть в этом ничего страшного нет и пусть я говорю это серьезно это путь человека видимо человек рожден для того чтобы у него в его жизни это было а семья она так устроена что она хочет или не хочет должна принять того человека который рядом находится можно спасать от наркотиков от алкоголизма от плохих связей но спасать от того что у человека кто-то есть в сердце не спасать от того что человек как бы для себя определил свою ориентацию делать это бессмысленно хочет пусть это будет наоборот примите наоборот поддерживайте знаете есть же дети которые рождаются с одним глазом с одной рукой есть дети которые рождаются с атомизмами а есть с патологиями развития но от них же дети не отказываются их не сдают большинстве своем они заслуживают такое же отношение как остальных как остальным детям и конечно же то же самое происходит и в этом случае ведь сейчас же доказано что наукой доказано что нетрадиционное отношение человека к другому человеку это генетический атомизм то есть что-то такое нарушается в геноме или в прогеноме в этом не особо разбираюсь и у человека появляется вот такая тяга да она может очень часто сама по себе проявиться это не обязательно воспитание это не обязательно просматривание каких-то фильмов как нам пытаются доказать это может быть естественно это есть и у животных вы представляете есть животные которые могут быть гомосексуалистами есть животные которые склонны к этому это доказывает что это такое же а такая же аномалия как у если это аномалия то это болезнь даже генетическая как муковисцидоз просто мне непонятно почему проводятся почему проводятся парады танги и парады я объясню почему я противник я противник потому что в случае если проводятся если гей заболевания это заболевание генетическое вылечить его нельзя но это все же является заболеванием то зачем заболеванием кичится ведь в случае если и же другие заболевания допустим муковисцидоз есть заболевание детей рожденных там с дцп есть заболевание допустим там там дебилизм или заболевания шизофрения это что теперь делать парады одноногих или шизофреников или парады с детей у которых недоразвитость развития это же некрасиво я согласен с этим что это некрасиво давайте не кичится болячками и не говорит что вот пусть весь мир посмотрит что мы не боимся своих болезней ну так какая разница это такая же болезнь как допустим у человека который я понимаю там наркотики это заболевание которое можно вылечить но такие заболеваниях вылечить нельзя но хотите там делайте это но не обязательно же об этом трубить не трубят же дцпшные не трубят психически больные евгений игнатович здрасте андрей андреевич можете еще раз привести пример доверия человека к богу очень хочется глубоко понять данную тему с уважением ученик школы а вы плавно проходите мои ступени от 1 до 6 обновленные вот эти вот все элементы доверия богу и так далее это все раскрывается очень плавно до 6 ступени и как бы квинтэссенция широко так но и рассказывается этот весь механизм на 6 ступени дело в том что у меня есть правда что сказать но я к сожалению не готов ну и не особо хочу делать это в открытом виде вот в таких вебинарах к сожалению я не могу сейчас ответить на этот вопрос и объясню даже почему возможно это обидит верующих людей то есть я стараюсь все-таки быть толерантным по отношению и к вере другой или там к разным верам и так далее ну из-за этого сейчас я не могу об этом говорить анатолий надольский здрасте ученик ступени 43 мк скажите если какие-то обязательные свадебные рекомендации и обряды для счастливого брака у нас недавно была ситуация я готовил еду шурпу и вот эта кастрюлька в которой готовилась на открытом огне она с одной стороны зацепилась а я как человек горячий такой импульсивный в жизни хоть это и не видно наверное через экран обычно делаю все быстро очень дисциплинированный такой человек и дергнула эту кастрюлю и она мне ошпарила ногу и там правое колено ну и там все это подлечили там на третий день забыли но он уже болит ну и вот в таком состоянии боли я сидел вечером без боли все не принял и моя женщина ко мне подошла и я и там что-то знаете самые близкие люди обычно самые несчастные потому что у мужчин гормон может быть а женщина от этого страдает ну и там как-то фыркнул она сразу же там пошла стала где-то там готовит еду и так далее это длилось ровно 10 секунд я тут же встал подошел ее обнял поцеловал и тогда почему это очень важно если у вас во время ваших отношений вы находите после любой ссоры вы на протяжении одной секунды 10 секунд или 50 секунд находите возможность друг друга обнимать и целовать то ваша жизнь будет замечательной долгой и очень хороший если вам нравится обижаться вообще не женитесь если вы тот человек который может обижаться месяцами у вас нарушена днк вам надо противо вам надо какую-то прививку знаете делать чтобы были более добрыми людьми человек который обижается на другого человека он безнравственен даже если он сто раз прав это безнравственно бесчеловечно и очень гадко я считаю что люди обидчивые это люди которые разрушают жизнь себе и кармически своим детям вас есть это качество знайте с этим качеством быть богатыми людьми невозможно . много слушай через наушники от этого может быть проблемы с ушами не может быть надежда калашникова большое спасибо за школу жизни жизнь меняется в лучшую сторону понимаешь не по теме сегодня хочу задать вопрос по морским курсам в этом году морского курса не будет приезжайте на морской курс в одессу море солнце пляж у нас все есть морских курсов не будет я заменяю морские курсы на марафоны приходите на марафоны и будем вместе эти марафоны проходить а как там будет дальше разберемся как держать себя под контролем если сорвался что делать вот накричал на кого-то подчиненного осознаешь что так нельзя сорвался что делать но первое что необходимо делать не казнить себя второе не проклинать дальше этого человека то есть не говорите ему отомщу и не создавать для этого действия ну и в общем то после этого вы начнете понимать свою осознанность со временем разовьется осознанность я вас прекрасно понимаю тоже горячий человек помогите разобраться венали концепция бессмертия разума и одновременного существования во вселенной времени и пространство всех жизней человека ведь это исключает сам выбор человеком его духовного его поступков на пути духовного развития когда человек занимается в моей школе то он сталкивается с некой концепцией которая есть мной навязана в виде вот религиозного течения нашей школы я говорю о концепции которую я внедрил в нашу школу и говорю все время о том что на протяжении жизни или человеческого развития человек умирает и возрождается и это происходит многократно когда человек умирает и возрождается то каждая последующая жизнь является для него знанием для каждой предыдущий так в одной жизни люди запросто убивали и смотрели страдания других людей а в следующей жизни они вырастают их душа уже не хочет наблюдать как кого-то убивает она становится более доброй толерантной в общем то то о чем я сказал духовный путь человека начинает эволюционировать на фоне его перерождения почему я не верю в концепцию христианство о том что человек после смерти умирает насовсем и так далее почему я следую этой концепции к сожалению или к радости я помню свои прошлые жизни мне можно не поверить и я никому не доказываю мне это все равно но я эти жизни помню по крайней мере несколько и это позволяет мне создавать или делать выводы своей жизни и свято верить вот тому пути по которому я иду для меня моя жизнь является духовным развитием духовным подвигом в этой жизни коммуникации с богом я не веду почему потому что я считаю что единственная коммуникация которая у меня есть с богом это испытывать состояние радости и глубоко оценить ту жизнь которой я на сегодняшний день нахожусь почему но пусть пусть мне кто-то не поверит но я чувствую ощущаю и живу как абсолютно счастливый человек я утром стал с таким удовольствием целовался со своими детьми они меня встречали я каждое утро встаю поднимаюсь они на втором этаже живут у меня двухэтажный дом вот наверное не видно эти фотографии вот это я сегодня их фотографировал и вы знаете что мне очень-очень удивляла и радовала мне удивляла и радовала то что они заботятся они приходят ко мне обниматься младшая сестра помогает старше старшая помогает средний знаете у них есть коммуникация там одной телефоны там младше начинает кричать там дай мне телефон и она говорит хорошо чуть-чуть поиграешь тебе дома говорит хорошо я подожду понимаете вот это состояние которое привито детям состояние доброты и состояние благости вот такой она у нас нет бога у нас мы не молимся мы там не празднуем пасхи ну празднуем яички бьем и так далее но у нас нет такого что там иисус христос помоги иконы ставим палим церковь ходим мы этого не делаем но у нас все хорошо у меня нет идеи убивать других людей я не гуляю по другим женщинам так как я люблю свою женщину и для меня это оскорбительно потому что я понимаю что моя жена ждет меня что она терпит мои выходки что она всю жизнь свою посвятила мне детям в общем то требует ну не требует наверно мне морально такое же создается сознание что я должен быть таким же человеком как она то есть я возможно бездуховное существо столкнулся со своей женой которая развита духовно и уже не смог жить по-другому для меня это было очень важно я вижу эту доброту я вижу проявления и вижу как все дышит и прямо желает давать понимаете только бери и конечно когда его так вот живут мы все вместе находим возможности взаимопонимания поддержки друг друга обнимаемся никто ни на кого не орет не выясняем отношения случае если что-то происходит никому не мстим никогда это же все бывает нас были строители один из строитель нас кида ну ну и пусть никто не мстил знаете никто даже не бурчал бывает и так знаете мы просто с этим человеком не будем больше никогда работать но зато мы уже научены для нас это опыт семьи каждый раз когда мы что-то теряем что-то огромное приходит нашу жизнь так было с моими детьми каждый ребенок который пришел в нашу семью перед тем как он пришел было потеряно очень дорогое ввелирное украшение или там какая-то сумма дея таким образом жизнь так устроена нас проверяют насколько мы готовы дают для нас какие-то испытания а так было бы жизнь аморфной она была бы без испытаний и человек был бы просто вот обычно живущим человеком тем не менее хочу вернуться все таки к религии я могу сказать что у меня не возникало идеи никогда у кого-либо убивать не возникало идеи прелюбодействовать не возникали идеи объедаться потому что я понимаю что это может привести к ожирению не возникали идеи которые описаны там библии или еще где-либо других я не копаюсь прошлом поэтому для меня причина следственная связь она не такая значительная я ценю свою жизнь я считаю что жизнь это драгоценности если забрать материально если забрать все у человека то будет его жизни она самая дорогая и хочется ее прожить в доброте в тепле в милосердии в радости и так далее какие практики делаю я часто улыбаюсь встречая близких встречая не близких я всегда улыбаюсь я стараюсь не хвастаться хоть это сложно я стараюсь быть чаще с близкими я стараюсь там гладить по руке обнимать дочерей делать близким подарки я стараюсь это делать потому что не хочу ничего взамен почему они нечего хотеть потому что они все дают и так а что не дают я сам беру то есть это такая вот особенность жизни знаете что мне еще нужно там чтобы бог давал я буду ему молиться и тогда я буду перед тогда я после смерти попаду в рай или еще куда-то так я перерождаюсь и это точно знаю надеюсь я не обижаю христиан и так далее у вас есть концепция своя пожалуйста знаете веру доказать невозможно в нее можно либо довериться и верить либо не верите не доверять скажите когда мы приходим на кладбище видят наши родственники на сверху нет не видят после смерти человек перерождается поэтому нет там никаких родственников а если есть это плохо потому что они становятся гневными духами и видимо дали какие-либо обещания или как-то навредили этом пока это не исполнится какая цель перерождения сделать человека высоко духовным существом проходите ступени все об этом рассказывать добрый вечер андрей андрей вот как же соблюдать спокойствие если соседи начинают свое строительство с того что начали отсыпать свой участок выше уже жилых домов да и свой забор поднимают выше уровня а мы на разных уровнях находимся мои дорогие друзья и вы сейчас мне описывайте ситуацию и вы уже искренне ненавидите вы хотите всю жизнь прожить в этой квартире и быть несчастным человеком они для вас ваши персональные тираны они вас мучают и это ваша проверка и всех людей кто ее не вынесет тот скатится и будет вечно страдать а вы не обещать ведь вот молодцы зато их дом будет самый высокий вот если бы вы заняли эту позицию и и достойно перешли они раз кручевали мечтая как же вы там отомстите как их накажете то тогда все было бы по-другому вы то что я рассказал до этого не можете услышать я это понимаю потому что многие люди к сожалению не понимают уровне этих но если бы они гипотетически еще раз вам должен прочитать стойко стоит выдерживать любые удары судьбы это же ступеньки нашего духовного роста медь же нашего духовного пути это милосердие доброта сострадания человеколюбие человечность и гуманность вот а если умершие запечатаны ответы они же в астралии они не могут долго находиться в астрале расти андрей андреевич и ученица 1 и 2 бесплатных ступеней могли бы вы дать совет что сделать чтобы не бояться пойти работать постоянно кажется что ничего не умею не смогу найти работу охота хотя закончила экономический факультет на сегодняшний день вам необходимо посмотреть мой семинар который называется магия денег или купить дешевый семинар мой называется доктрина бизнеса или даже книжку там я говорю о том с чего необходимо начинать человеку в тот момент когда он не хочет работать или боится а начинать необходимо вот с чего смотрите если по вашей деятельности нет работы то тогда нужно деятельность этого видоизменить каким образом на сегодняшний день необходимы айтишники логисты международные логисты переводчики вот девочка одна там со мной общалась и говорит андрей андреевич можете мне взять к себе в инстаграм я буду вести вашу страничку я говорю конечно согласен после этого там начал ей платить заработную плату это заработная плата там ну допустим 20 тысяч рублей в месяц 25 тысяч рублей в месяц я говорю вам немало она говорит а я еще десять страниц виду вот посчитайте 10 страниц ведет она каждый день ставит один пост на один из моих каналов их там пять или шесть и один пост она ставит одну картинку ставит или там два поста при этом она делает это в определенное время для меня потом для других людей ведет 10 страниц 10 страниц умножить на 20 тысяч получается 200 тысяч и она говорит что я полностью занятая говорю может еще одну страницу будете вести она говорит нет не к сожалению нет сейчас такой возможности очень занята будет ли у нее работа будет 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 зачем устраиваться на работу сейчас же можно на кнопки уже нажимать что такое ну ладно все таки вернемся концепции нашей школы и так концепция нашей школы звучит так если человек боится то что он должен сделать я рассказываю при этом рассказывающую на бесплатной первой ступени которую вы просмотрели я всегда говорил о том что рост человек как в состоянии удовлетворения своей жизнью он заключается только в том случае если человек переступает свои собственные персональные страхи каким образом он действует поэтому страшно нырнуть нырни страшно что-то сделать сделай вот так а там вы уже надумали знаете у меня ничего не получится и тогда то все равно здравствуйте андрей андреевич и сижить и работать возле кладбища влияет ли это как-то на человека никак не влияет спасибо за все если жить и работать возле сегодняшний вебинар бальзам на раны такая радость нежной страстности вера спасибо подскажите прохожу 41 санга становится нехорошо это влияние извне я не справляюсь чем можно еще помочь чтобы окончательно справиться с недугом когда вы проходите семинары по моему 41 со здоровьем связан то обязательно после того когда вы прошли вот эти вдохи и выдохи закрывайте ладошками вот так вот лицо и не менее пяти минут дышите делая длинные вдохи и выдохи таким образом вас не будет так как говорят народе рубить и вы будете лучше себя чувствовать андрей андреевич добрый вечер пишу сегодня третий раз самый добрый семинар за полтора года которые с вами сегодня добрый так что денег надо занять теперь у меня до бэн мир хана здрасте андрей андреевич прошла две бесплатные ступени у меня вопрос по практике везения в жизни вообще всех практик связанных с родителями какие именно нужно представлять родителей родных или приемных и еще так получилось что на родную мать и долгое время была обижена виделась один раз и не хочу с ней общаться на сегодняшний день я все практики которые связаны с роднёй убрал я считаю это плохо но тем не менее если вы где-то откопали я хочу вам сказать как очень быстро это все делается нужно представить свою маму очень взрослый себя очень маленькой представить будто она взяла вас на ручки и вы говорите и говорит прости меня дочь за все в горите прощая обнимаете ее и потом точно также приставить на коленях у отца и он говорит прости меня датья за все и вы говорите я тебя прощаю обнимайте и на этом практика заканчивается делается она один раз в неделю делается 10 раз в год и после этого ваше отношение к родителям изменяется также могу сказать что В случае, если женщина плохо относится к отцу, то, скорее всего, в жизни она будет испытывать материальные затруднения. В случае, если она плохо относится к своей маме, то, скорее всего, будет плохо к ней относится муж. Именно поэтому очень часто зятья совершают очень плохие ошибки. Они начинают плохо относиться к своим тещам. То есть они начинают тещ затравливать, начинают своей жене говорить, какая там твоя мама плохая и еще что-то, что-либо. Что в дальнейшем приводит к тому, что сам же мужчина, ему перестает нравиться его жена, и он не может найти следственную связь с того, что именно он виноват тому, что его жена становится некрасивой. Почему? Нужно свято верить, что теща самая лучшая, тогда жена будет самая красивая в глазах людей. Скажите, можно ли носить обручальное кольцо после развода? Да. Все семинары очень интересные, спасибо. Скажите про Архатовы круги или циклы мироздания, если можно, вы затрагивали эту тему на прошлом вебинаре. Нет, я не могу сейчас об этом говорить. Проходите все в школе нашей, от первой до шестой ступеней есть. Поэтому все проходите и все станет понятным на свои места. Проходите только платные семинары. Извините, не в тему, разрешите сказать вам спасибо за вашего оператора Барабанову Светлану. Не первый год делаю заказы на сайте, большинство из них это заслуга Веты. Тактично, доброжелательно, на связи 24 часа. Всегда получаю ответы на вопросы. В этом году подработала еще и с Дарьей Синозацкой. Да. Также встретила поддержку, корректность и оперативность. Спасибо большое за сотрудников. Да, мне не болит душа за сотрудников. Они правда очень хорошие. И Вету я знаю хорошо, и девочек Илону, и Дашу, всех вот девочек. И Катю Миллер, и Люду Миллер. Они правда очень хорошие, очень теплые люди. А что будет в завтрашней Сангая? Обычно в рассылке бывает перечень вместо этого тема. Сегодня я подготовил это Сангая, могу сказать. Я буду работать с кодами, знать будущее в финансах. Я дам код и мантру. Обрести много денег, выиграть, обрести удачу. Я дам и мантру, и код. Для обретения душевного спокойства и ментального мира дам мантру и код. Чтобы дети были здоровы, и земля процветала. Чтобы люди стали по отношению к нам благосклонны. Чтобы мозги начали очень хорошо работать у нас для лечения всех болезней. Увеличить возможность своего мозга и памяти. Большие материальные изобилия. Исполнение любых желаний везения. Исполнить сокровенное желание. Устранить влияние любого врага. Создаст успех в вашем бизнесе. Деньги, богатство, роскошь, изобилие. Благословение Аллахшмы. Зачаровать людей, аудиторию, обретение способностей. Успех в делах, любви, семье и работе. Усмирить нервы, вернуть то, что отобрали крадники. Избавиться от всех проблем и забот. Развиться как личность. Получить благость от мира. Исполнить все свои желания. Устранить беспорядки, черную магию, конкуренцию. Дам мантру изобилия. Устранить врагов, получить богатство. Обрести невероятную силу с колокольчиком. Переехать за границу. Обрести свое имущество. Чтобы подниматься по служебной лестнице. От опасности воров, бандитов. Устранение нездоровой конкуренции врагов. Мантру защитить семью. И предать материальное себе богатство. Для богатства и процветания. Найти потерянную вещь, потерянное животное. Обрести успех во всех делах. Огромное процветание. Получить защиту от зла. Обретение богатства, победы над конкурентами. Получение любви и денег одновременно. Это я все дам в виде новых кодов в завтрашнем СНГЯ. Сегодня, до момента, пока я начал проводить этот вебинар, я его подготовил. Все коды, которые я завтра дам и мантры, никогда до этого ранее мной не озвучивались. Поэтому такие вот, наверное, востребованы. Елена. Здравствуйте. Ваши знания и практики всегда помогают в разной случае жизни. Помогайте правильно воспринимать меры. Это здорово и классно. Подскажите, как верно принять решение в работе во время кризиса и ограничения. Менять что-то или нет. Принимать во внимание первое свое решение, желание или все-таки взвесить все за или против. Как понять, что мое и лучшее. Для понимания вы должны знать, что бизнес подразумевает деньги. Всегда любую позицию рассматривайте с позиции либо заработать, либо сэкономить. Вот эти элементы, которые связаны там с чувствами, старайтесь в бизнесе не проявлять. То есть обычно это звучит так. Я ее могла бы уволить, но не уволю. Потому что она там одинокая, с детьми. Это неправильно. Ее нужно уволить. Потому что тем, что вы ее не увольняете, вы топите себя и так далее. Это особенность такая. Вот женщина писала, я в магазине снимаю, во время кризиса заплатила, теперь нечем платить. Что мне делать? Закрываться. Нужно закрываться. Раз вы не можете платить, то что делать? Закрываться нужно. А чем же дальше заниматься? Не продавать в этом магазине? Такое ощущение, что мне пора заняться сменой места жительства, сменить квартиру. Как распознать, верно ли мое решение? Выбран конкретно один дом. Ну и видите, как это обычно бывает. То есть в тот момент, когда человек кажется добрым, находятся обязательно люди, которые начинают его использовать. И прям чувствую, что мне туда. Вы представляете, Ирина Романова, вы чувствуете, а вас обманывают. И это не так. Поэтому дом не ваш. Когда будут итоги конкурса? Не помню, какого конкурса. Присутствует всегда желание всем помочь, решить чьи-то вопросы. Это хорошо? Нет, это плохо. Учитель такой уютный вебинар. Смотрим с мужем, делаем выводы правильно. Ну и скажите, ведь все абсолютно, то, о чем я сказал, оно известно. Вот то, что я сказал, оно известно. Оно известно, и мы это прекрасно знаем все. Мы в этом живем. Мы, знаете, всегда, по идее, эти качества, качества плохие, всегда всеми, порицаемы. Но раз они плохие, всеми порицаются, то почему люди используют эти качества? И это понятно. В них воспитывают тенденцию, и делают это через фильмы, через какие-либо программы, где их воспитывают так поступать. Воспитывают там, вредничать воспитывают, критиковать воспитывают, проявлять свою агрессивность, воспитывают там, наказывать. Их воспитывают делать это. Почему? Сами при этом живут не так. Почему? А я общаюсь с такими людьми. Приезжаешь, и дома такие друг друга обожают, и за ножки держат, и там целуются, и деток этих обожают, и прямо там не к чему приложить. Но обычно такие люди между собой, и людьми ставят прослойку людей других. То есть, допустим, я бизнесом большим занимаюсь, то я сам им не управляю. Оставлю человека, который может иметь любые качества, а я так дальше остаюсь добрым, хорошим. Семья является бензином, который весь бизнес поднимает. Очень часто люди, которые не заводят себе семью, и нет у них семьи, у них не получается зарабатывать деньги. Опять-таки, есть люди, которые хорошо относятся к близким, но очень нехорошо относятся к неблизким. Это тоже такая проблема. Вот у меня была знакомая, у нее семья, и она очень хорошо относилась к детям своим, ну и относится. Но очень плохо относилась к людям, которые жили вокруг нее, в миру. То есть, ей там неприятно было, она фыркала, считала, что эти там блюдки, эти дебилы, там что-то от нее хотели. И это не давало ее семье быть материально обеспеченными. Так и не могла она вырваться из этого всего. Почему рядом со мной у людей начинает все получаться? Почему вот после морских курсов все это там изменяется? Потому что приезжают, и первое, с чем сталкиваются, это моя доброта. То есть, я добрый человек. Я добрый, и не всегда таким был. И возвращаясь в своей жизни к тому моменту, когда я болел онкологическим заболеванием, возвращаясь к тому моменту, когда начали появляться все неприятности, я могу сказать, что последняя моя неприятность, она заключалась в том, что один из моих личных друзей, партнеров, с моих магазинов, их было 23 магазина, собрал ювелирные украшения и деньги и исчез в непонятном направлении. И первое, что у меня появилось, это было желание отомстить. Вот когда я отомстил этому человеку, я ему отомстил очень жестоко, и этот человек мне вернул, и при этом месть была страшна, наверное, до сих пор там откашливает. И это, конечно, сейчас меня не радует. А тогда очень радовало, я ему не желал радости никакой, я был беспредельно, беспредельно четко понимал, что я именно так должен сделать. Чем это все закончилось? Я остался без этого бизнеса, деньги свои я не вернул, деньги эти как бы откупом пошли, но после этого я начал тяжело болеть. Почему? Нельзя было мстить мне. Нельзя. Нехорошо это было. Вообще нельзя мстить людям. Нужно ли было подарить? Нет, он бы сам отдал. Ваша ученица, как возможно оставить соседку, не скрывающую колдовство, на мой дом? Дело в том, что в случае, если человек у нас в школе, и он прошел хотя бы две ступени, то даже если на него колдует все маги мира, и профессионально это делают, то он ничего не может сделать. Я хочу напомнить мантру вам. Она же очень знаменитая, ее очень практикуют в Индии. Это мантра ом бхур бху вахс ваха, тат савитур вареньям баргуду васи, дымахидью и напра чудоят. В этой мантре есть слово, которое вы знаете, которое я даю в нашей школе эзотерической. Это слово савитур. Вообще, она имеет перевод. Один перевод, он синтетический, то есть, каждое слово переведено. А другой перевод, это как бы то, что подразумевает данная мантра. Вот я бы хотел сегодня дать то, что подразумевает, энергетически подразумевает данная мантра. Она говорит вот о чем. «Пусть во мне появится божественное солнце доброты, радости и нежности. И пусть это солнце греет всех людей, кто меня любит. И пусть в этих лучах греются люди, которые меня любят. И пусть сгорают все враги, которые меня ненавидят. Так же происходит с человеком. Становитесь солнцем». Я говорю это серьезно. «Становитесь солнцем, и тогда никакое зло к вам не прилепнет. Тогда вы своим сиянием спалите любое зло. Потому что все враги в вашем сиянии просто сгорят. Но все близкие в вашем сиянии всегда будут счастливыми. Им будет вести. Потому что будучи солнцем, ты греешь тех людей, которые находятся рядом с собой. А как это сделать, я сегодня вам объяснил. Ну и на этом все. С вами был Андрей Дуйко. Надеюсь, вам семинар этот был сегодня. Вам понравился. Но не заканчивайте сейчас. Обязательно перейдите на YouTube трансляцию данного вебинара. И если вам данный вебинар понравился, не забудьте подписаться на мой канал. Раз. Второе. Не забудьте распространить данное видео на своей социальной странице или в своих социальных сетях. И три. Обязательно поставьте лайк. Это пальчик вверх. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, то, что я вам сказал, будет для вас нужным. Сфокусирует вас. Ты создаст для вас условия совершенно новой жизни и совершенно новой судьбы. Итак, еще раз я это скажу или перечислю. Цель жизни на земле – развить у себя состояние духовности. Стать более добрым, стать более нежным, стать более терпимым. Второе. Духовный путь – всегда движение по ступеням вверх и вниз. Вверх – это радоваться, вниз огорчаться. Дальше. Награда за духовный уровень – это достаток, здоровье и любовь. Ступени нашего восхождения – это проверка внешнего мира на то, как мы реагируем на препятствия, на достижение земных благ и желаний. Далее. Если место желаний причинить страдания и боль, то поднятие у человека не будет, он начнет катиться. На пути духовного поднятия человек становится очень добрым и хорошим, что подтягивает к нему обычных людей. Такие люди обычно хотят пользоваться добротой и добросердечностью в своих корыстных целях. Именно поэтому очень часто такие люди перестают общаться с массами. Также массы хотят денег от такого человека, здоровья, помощи, хотят пользоваться таким существом. Оно, в свою очередь, не может им отказать, что в итоге приводит к смерти и к более тяжелым заболеваниям. Стойко стоит выдержать любые удары судьбы, ступеньки нашего духовного роста. Медь же нашего духовного пути это милосердие, доброта, сострадание, человеколюбие, человечность, гуманность, семейственность. Многие мне не поверят и очень зря. Это самый совершенный и самый эффективный способ изменить свою судьбу. Негуманные и нервные действия это то, что необходимо в себе найти и в дальнейшем контролировать и не делать. Ненависть, а также мечты о том, какую боль вы будете приносить или доставлять тому человеку, которому вы будете мстить, однозначно приведут вас или ваших близких людей к несчастному случаю и катастрофе. Одним словом, выбор всегда за человеком. Может ли человек достигнуть наивысшего состояния духовности, начав спасать мир? Да, но он это делает просто с помощью лишь своего существования. То есть ему спасать мир не нужно, просто живите, будучи добрыми, тем самым спасайте мир. Зачем человеку боль и сестинание? Это проверка при выборе пути, в котором ты двигаешься, ненавидишь, падаешь, остаёмся человеком или человеколюбивым, милосердным человеком, вырастаем. Зависть, ненависть и злость это слова, уничтожающие духовный рост человека. Не стоит забывать, что самое дорогое для человека это всё же его жизнь, его семья и это всё, что находится вокруг него. С вами был Андрей Деко. До свидания.